Человек, у которого внутри есть чувство справедливости, мы видим, что он удерживает себя от плохих деяний и старается совершать только хорошие деяния и ведет по тому пути, по которому ушел наш послатель. И с хадисом мы знаем, о котором говорится, что послание Аббаса, Аббаса, был самым стыдливым человеком. И что это означает? Это означает, что пророк, если выбирал между двумя вещами, то выбирал наиболее легкое, если не является греховным. А также, что если пророк, что-то не нравилось, то это было заметно по его лицу. И вот это корочество, да? Аббаса, это охляп, стыдливость, это одна из ветвей веры человека. И в одном из хадисов сказано, что вера представляет собой 70 с чем-то от ветвей. И пророк сказал, что святливость, это одна из ветвей веры. Аббаса. 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 То есть это качество предполагает, что человек должен избегать тех мест, где происходит что-то недозволительное и греховное, и стараться быть там, где можно. И если, значит, вот это качество исчезает в каком-то обществе, да, в каком-то социуме, если из этого общество вот это качество средливости исчезает, это является признаком того, что, значит, человек, он свежий в погибели, то есть он не на правильном пути. И в одном из хадисов говорится, что если Аллах хочет погубить какого-то человека, он убирает у него вот это качество средливости. И, значит, он становится нелюбимым в обществе. И когда до этого уровня долгой, Аллах субханамадал, у него забирает такое качество как, ну, надежность, да, и такой человек становится тем, на кого ни в чем нельзя положить. И после того, как уходит вот это качество именно надежности, Аллах субханамадал забирает в него качество милости, милосердия. И, в конце концов, это приводит к тому, что он теряет свою славу по причине всего этого. И это вот точное, как бы, определение, да, вот этого качества. Потому что такая средливость – это именно проявление веры. И, значит, верующий человек, он в чьянадику, да, отсутствие веры, отсутствие вот этого качества средливости – это одно из проявлений, как бы, ну, в сторону, направление в сторону неверия, да. И, значит, верующий человек, да, вот это будет проявление. И поэтому пророк всегда побуждал нас быть стыдливыми и в одном из хадисов, быть стыдливыми и стыдливыми перед Всевышним Аллахом. И в одном из хадисов говорится следитесь Аллаха истинной, следливости. Факал, ну, ва кайфа вистехлимин Аллахи ля Расул Аллахи факал-хия? Кал, антахфаза вааса вама ваааа, во антахфаза в бадна вамааааа, во антахфуал мааа-хавааа, во антавкуаль мовта вал бина. И они спросили у Пророка Сагавала Али-Красалям, каким образом мы можем это выразиться, да? Тогда Пророк Сагавала Али-Красалям сказал, берегите свою голову, да, и что она, как бы, себя убирает, и берегите свой желудок, да, ну, видите, наверное, от этого. И, значит, больше вспоминайте о смерти в мире в дальнейшем. Пророк Сагавала Али-Красалям 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 Али-Красалям. И, значит, берите свои глаза от того, что запретно, берите свой язык от запретных слов, и берите свой разум от того, что противоречит Исламу и Имаму. А что касается оберегания своего желудка, то здесь имеется в виду, что он должен оберегать его под запретной пищей. И после этого он должен помнить о смерти, помнить о том, что он в итоге будет возвращен к противующему Аббалу, и стараться, как и на 100 лет, стараться делать побольше воды в воде ядень и оставлять оберегания. У нас есть повод, и когда они сочинены, они сочинены от их привлечения. Они сочинены вместе с людьми, и сочинены вместе с людьми, и сочинены с тем, что это не из этого не из этого. Иногда люди неправильно понимают вот это чувство стыдливости, когда люди, как бы стыдясь перед другими, могут совершать что-то недозвольное, допустим, находясь вместе с пьющими, могут выпивать, да, стыдясь сказать, что там, или находясь с теми, кто намаз не читает, читает намаз, да, но на самом деле это неправильное понимание смедливости. Истинное понимание смедливости, это именно придерживаться тех деказов, которым приказал Всевышний Аллах, и удерживаться от обретных вещей. И вот это качество стыдливости, это именно качество, которым характеризуются мусульмане, и через это качество люди познают ислам, познают кто что и на самом деле мусульман. Пусть Аллах всех нас наделит этим качеством, иншаллах. И если есть вопросы... Продолжение следует...